В Москве учреждена организация культурного сотрудничества «Евразия. Шелковый путь». Об этом стало известно в ходе второго международного культурного форума «Шелкового пути». Более 300 делегатов из 16 стран обсудили гуманитарное сотрудничество и разработку совместных проектов, в том числе в сфере кинематографии, туризма, библиотечного и музейного дела. Новая межгосударственная неправительственная структура должна развивать эту кооперацию. По итогам встречи участники форума также подписали московский консенсус. Он декларирует принципы равноправия, открытости, взаимного уважения и выгоды, на которых должны строиться отношения в гуманитарной сфере. Добавлю, впервые международный культурный форум «Шелкового пути» прошел в конце прошлого года в Астане. Без культурного компонента, без гуманитарного компонента, наверное, реализация экономических проектов будет не совсем эффективной. Это в основном проекты, связанные с взаимообменом творческими идеями. Это и проекты совместных выступлений музыкантов, это и совместные выставки художников, это и обмен кинематографической продукцией. Это все, что позволяет нашим людям лучше знать друг друга, лучше понимать друг друга.